Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! Приветствуем вам слово на ваших страничках. 17 дней назад мы с вами заложили вот этот инкубатор инкубационным яйцом. Сегодня ровно 17 дней с момента того, как яйца наши находились в инкубации. Хочу поздравить нас, ну а соответственно и вас, как наши зрители, с тем, что наша инкубация удалась. Сейчас мы будем открывать инкубатор, вытаскивать от сушеных птенцов, перекладывать в эту коробочку и переносить их в другое помещение, где у нас находится ясли-брудер. Мы уже один рейс сделали, 50 птенцов уже отнесли. Сейчас давайте вскроем, посмотрим, что у нас здесь прошло. Прошло все то время пару часов. Вот, пожалуйста. Следующая партия птенцов-ребят. Убираем каждый раз скорлупу от яиц для того, чтобы было больше места. Ну, вылуп идет активно, дружно, что хочу сказать. Вот, этот сигнал сигнализирует нам о том, что инкубатор стал терять температуру. Как минимум на 5, на 5 десятых градусов. Ну, вот, вытаскиваем яички, чтобы следующим дать. Ускорлупки, то есть, от яичек. Параллельно, вот, обсушенных птенцов, вот таких вот, аккуратненько перекладываем в транспорт до ясли-брудера. Обязательно, вот сейчас еще покажем, обязательно заткнуть щели между лотком в инкубаторе, для того, чтобы птица не попадала. Потому что, видите, какие они активные, обсохли, буквально, я говорю, 2 часа назад мы первые 50 вынесли. Сейчас надо посчитать, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Видите, вот все наши три породы. 12. Все наши породы, как бы, 14, 16, 18, 20. Ну, я посчитаю, а вы понаблюдайте за этим замечательным зрелищем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, вот, еще 50 штук готовы к переезду. Но инкубатор не остается пустым. В нем до сих пор происходит инкубация. Сейчас я вытащу все скорлупки, посчитаю и определю, сколько... Началась инкубация, не сказала, началась сегодня в 7 утра. Теперь я пришел, был один тенец. С этого времени, сейчас у нас время 12. С этого времени прошло, ну, простая арифметика, 5 часов. Вот, сейчас я скажу, сколько птицы вылупилось. У нас было заложено 191 яйцо. Если вы не помните, я, как бы, фиксировал эту сумму. Ну, вот, получается так, что... Ну, сейчас вот эти яички все дадим им раскат. Что-то в этой стороне вот... Ну, я вижу, есть еще наклюнутый вон клюв торчит. То есть еще птица обсыхает. Вот, как бы... Ну, все, закрываем, чтобы не морозить. Нам уж остались... Заткнуть, вот, я заткнул опять тем же материалом, который пришел с инкубатором. Ну, закрываем, дабы он не пищал, и птица мокрая не мерзла. Вот, считаем быстренько скорлупки. То есть у нас был 97, последний раз, когда мы вытаскивали. Сейчас вот 100, 104, 105, 105, 110, 110, и здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, 116, 116. Выбудешь сексенто. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас наш, если транспорт закрывается, и мы, значит, переводим их, поднимаем в другое помещение. При этом, естественно, на улице погоды еще нет. Накрываем полотенчиком, перемещаем. И сейчас я покажу, что мы дальше делаем. Потому что дальше не менее увлекательный процесс у нас ждет с вами. Вот, наш транспорт поднялся к нам в квартиру. Почему? Потому что тот брудер, который находится в деревне, на улице у нас еще даже минусовые были. Всю сторону тревожит, значит. Вот, значит, кто-то приехал в транспорте, переехали. Вот, значит, что нам сегодня пришлось. Скоро, как всегда, времени не хватило. Та же коробка от инкубатора. Сверху пенопростирол. В пенопростироле мы сделали дырочку. Купили градусник с датчиком 35,9. Сейчас показывает, опустим туда лампочка с патроном. И провод для обычной бра с диммером. Зачем нужен диммер? Для того, чтобы, если вы видите температуру повышается или понижается, вы диммером можете прибавить накал лампочки или убавить. Тем самым, значит, получается температура. Вот вырезали такое окошечко, используя стекло. Вот открыли. Показываю вам, как выглядят первые 50 переселенцев. Банка. Обычная баночная поилка. Но один единственный плюс. Не сделайте никакую ошибку. Мы туда вложили шланг диаметр 12. Для того, чтобы птица не мономокала. Вот видите, они бегают, чтобы они не намокали. То есть они только могут пить. Пробегают по этому шлангу. Брюшко не мочит, ничто. Если птица не замочена, это процент выживания. Значит, давайте теперь дальше я покажу, что мы, значит, делаем с вами далее. Далее мы, значит, берем каждого птенца. Каждого. Водичка теплая. И макаем клювиком. Раз, два. Мы смотрим, птичка попила. Зоб прочистила. Мы ее выпускаем. И так, значит, каждого цыпленка. Видите, какая-то у него, так скажем, внутри яичное питательное вещество, которое у него застряло. И если бы мы его не пропаили, то она элементарно могла попасть ему в зоб. Переварилась бы она. Может, кусок яйца сходлупой. Никто не знает. Поэтому пропаиваем каждую птичку. Каждую птичку пропаиваем. Вот. Вот таким образом. И запускаем, значит, к своим собратьям. Делать это, конечно, надо побыстрее, потому что, естественно, температура в комнате не такая, как им нужна. Им сейчас нужна температура, как пишут в журналах и газетах, в литературе по содержанию 34 мы сегодня вычитали. Я все-таки придерживаюсь того, что после инкубационной 37,8-34 это сразу резкий термический скачок. Мы стараемся держать 36 градусов, по крайней мере, в середине ясли брудера, потому что птица имеет тогда возможность ходить по брудеру. Ясельному. И искать себе лучшее место для, так скажем, своего пребывания. Естественно, под лампочкой будет температура больше. Естественно, дальше от лампочки. Так как лампочка находится в той стороне, здесь будет ниже. Соответственно, птица сможет перемещаться. Но вот первые 50 птенцов у нас провели, наверное, часа два в этом брудере. И они, значит, ровным ковром отдыхали все недалеко от лампочки. То есть ровный ковер, когда птица ложится не друг на друга, не сбивается в куче, а ровный ковер говорит о том, что птице комфортно. Вот это немаловажно. Потому что бывает некомфортная температура в ясли брудере приводит к тому, что птица сбивается в один угол или в одно место под лампочку и строится пирамидкой, тянется к ней, тянется к теплу. Из-за этого происходит давка, из-за этого слабые цыплята погибают, ну и всякие другие увечья. Поэтому на сегодняшний момент надо определиться, что температуру мы замеряем не у лампочки, а лучше либо в середине, как это сделали мы ближе к концу, либо непосредственно в конце самого ясли брудера, чтобы определить. Вот у нас получился такой немаленький, но в целом это было обусловлено тем, что в принципе в нем пришел инкубатор, у нас была такая коробка, и соответственно инкубатор рассчитан на такое количество яйца, то есть коробка больше с упаковочным материалом и со всем. То получается, что его размеры, ну мы рассчитывали, что заложили 191-ое яйцо, а как всегда получим все 191-ое яйцо. Такого, конечно, не бывает. Ну и поэтому примерно этот ясли бруда рассчитан на 190 яиц, ну примерно как мы и заложили. Соответственно птенцов, чуть побольше габариты, ну туда баночка с водой встает, все остальное, поэтому из таких расчетов мы исходили. Ну вот сейчас мы уже, я так думаю, больше половины, наверное, перепоили. Видим, что есть небольшое количество, совсем небольшой фекалий, то есть это питательное вещество птицы. Воду мы им поставили сразу и кунаем, для того, чтобы пропоить ее надо. А корм поставим по окончанию инкубации, то есть мы дадим на это 12 часов до вечера, хотя надо и меньше гораздо, но мы дадим 12 часов, после чего отключим инкубатор, ну и соответственно принесем им форт. Я так думал, что в вечернее время они получат у нас питание, хотя в литературе написано, что надо через какое-то время их покормить. Первые 12 часов, что ли, ну как-то вот так. Ну вот мы сейчас, они видите сбились. Вот признак того, что птицы прохладны, то есть она сбивается в кучу, происходит давка, лезут, думают, что там где-то теплее, поэтому нам надо ускориться, для того, чтобы птичка быстрее переехала в ясли сад. Вот те, кто отбегает, это значит жаркие ребята, их можно в первую очередь брать. Потом те, кто лезет выше всех, это значит, ребята мерзнут, их надо брать. Ну и так по возможности, значит, пересадить всю птицу сюда. Температура уже упала до 34. Ох, у нас открылось окошечко. Вот. Поэтому птичка как бы, ну, я так думаю, что мы нормально справляемся. Там, конечно, дальше посмотрим, потому что для птицы очень важны первые сутки. Первые сутки выживания. Это говорит о том, ну, что хотелось бы заметить, мы уже занимались до этого птицей. Были, знаете, такие врожденные сразу увечья. Это так называемые вертолеты, когда ноги в разлет у птицы. То есть и там подобные вещи. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. В этом, значит, пока не замечено. За что, опять же, большое спасибо предоставленному нам яйцу, которое, значит, было, мало того, свежее. И стадо было племенное, не помешано кровью с близкими родственниками. Потому что все основные увечья, как мы знаем у всех животных, это, конечно, кровь. Кровь должна обновляться. Мы с вами и про кроликов это говорили. И весенние продажи наших кроликов это нам показали. Вот уже, видите, Андрюшень маленькому неинтересны мои ущевания. И он, конечно, уже хочет сам с птичкой повидаться. Ну, на съем, наверное, пока-пока. До вечера. Вечером я скажу итоги инкубации. И мы с вами увидим это, видите, опубликованным. Ну, по итогам инкубации, значит, у нас вылупилось 150 здоровых птенцов. В принципе, результат неплохой. 191 яйца, заложенного нами. Остальные яйца не имели даже признаков проклевывания. Значит, это были либо необлодотворенные, либо какие-то, ну, в общем, бракованные яйца. Но этот процент очень хорошие вылупы. То, что яйца не облудовлены, бывает всегда, или какие-то с ними проблемы. Поэтому это все допустимо. Поздравляю нас с первой инкубацией, ну, соответственно, и вас. Смотрите наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok